всем привет вы на канале крипто commons и мы сегодня рассмотрим с вами не поверите медвежий сценарий биткоина предлагаю вашему вниманию альтернативное развитие событий но для начала хочу сказать что если вам нравится крипто контент пожалуйста поставьте лайк этому видео и подпишитесь к нам на канал не забыв нажать на колокольчик если вы здесь впервые вот но медвежий сценарий мы рассмотрим не потому что он я думаю что он точно произойдет я как раз для меня он наименее вероятный но тем не менее многие сейчас об этом говорят поэтому давайте смотрите значит все у нас было похоже с вами очень на вот это вот разворотное дно на вот это вот накопление было все очень похоже то вот этого момента до вот этого момента пока мы не пробились отсюда вниз и при этом на сайфере у нас появилась с вами вот такая вот замешканная фигня посмотрите здесь как было здесь была идеальная зеленая точка на сайфере мы пошли вверх здесь же мы видим на сайфере что-то подобное тому что мы видели вот здесь ребята когда биток стоял во флете в районе 6000 очень много манипуляции видите очень много манипуляции красный зеленый красный зеленый то есть флэт и постоянные ложные пробои в итоге после этого что мы сделали упали еще в два раза и если мы будем рассматривать с вами вот такого рода медвежий сценарий то мы сейчас где-то здесь и какую-то вот такую штуку в теории мы можем увидеть с погружением битка куда-нибудь в район там не знаю 10 тысяч долларов опять же на фоне со всей геополитикой макроэкономикой и так далее но еще раз хочу сказать я не говорю что этот сценарий основной и даже если вдруг что-то подобное случится у нас по любому потом будут вот такие вот горки как обычно потому что это биток я бык по биткоину вы это знаете просто решил рассмотреть с вами ваш любимый медвежий сценарий то чего вы сами все ждете потом опять же ребята как делаются иксы на бычьем рынке конечно же скупая все на медвежьем медвежий рынок это лучший момент чтобы затариваться в долгосрок надо это понимать не бычий а именно медвежий как было вот здесь могут дать еще одно потом через год еще одно дно могут поэтому не торопимся на всю котлету залетать может быть все что угодно потом еще вот так тем не менее в долгу мы знаем что это пригодная зона для покупок теперь все-таки давайте поговорим о бычьем раскладе и о разнице между вот этим местом и вот этим посмотрите на отдаление от сетки и мы риббон здесь мы были прямо вплотную к ней а здесь мы от нее очень далеки здесь мы скорее больше напоминаем все таки вот этот момент согласны плюс у нас по куче индикаторов супер мега перепроданности вообще уже дно днищенское потом мы не пробили вот это дно посмотрите и у нас супер растущие объемы исторически такие объемы ведут к развороту то есть мы как минимум я думаю от скотчем до сетки my ribbon скоро это примерно 30 тысяч долларов это уже пошел бычий сценарий от грин но тем не менее ребятушки говоря о медвежьем сценарии все равно посмотрите биток уже спустился практически на свое июньское дно так же как это сделали см пишечка и nasdaq но что интересно так пока не сделали акции coinbase смотрите здесь какой аптренд акции microstrategy тоже видите какой тренд повышающихся минимумов соответственно акции связанные с крипто компаниями не обновляют но даже не тестирует июньское дно ну и некоторые альткоины как мы видим включая эфириум bitcoin кэш а там вообще он как прет avalanche даже короче многие альткоины даже дэш посмотрите несмотря на то что он вялый он тоже удерживает повышающиеся минимумы локальные вот дот только дот выглядит кстати очень перепроданный дот выглядит как биткоин смотрите он спустился на эти лаи поэтому друзья тут надо понимать что медвежий сценарий конечно же не стоит отрицать и техника если отбросить все индикаторы фундаментал здравый смысл то техника кричит нам просто о дальнейшем снижении но ребята да и фундаментал для многих тоже кстати сейчас же вы понимаете что военное положение макроэкономика вся вот эта херь многие думают что ведет к скаму всего тем более опять же фондовый рынок посмотрите глобально на каких он хаях на каких хаях и сэмпишечка на каких хаях nasdaq мы еще не видели нормального медвежьего рынка по ним и представляете если он сейчас начнется друзья что мы действительно сдуем весь пузырь который начали надувать двадцатом году как говорят многие аналитики что тогда будет с биткойном многие уверены на сто процентов что биткойн тогда идет просто опять же на три тысячи до если он сдует весь этот движ и там будет тусоваться а все альты умрут и сосками ци ну ребят это скажем так наиболее очевидный вариант но как мы знаем с вами рынки любят удивлять причем как и обычные рынки традиционные так и криптовалютные рынки поэтому все еще есть такой вариант друзья что да фонда пойдет вниз а биткойн пойдет вверх и пойдет вверх так что просто а хренеют все и кто верит крипту и кто не верит поверят в нее все здесь поверьте я точно говорю верь поверят все в крипту именно вот здесь когда бы она туда не дошла здесь не и никто верить не будет но если вы хотите быть smart money если вы хотите зарабатывать ваша задача покупать на медвежьем рынке и разгружаться на бычем в этих хомяков которые будут покупать биток по 200 тысяч по 500 и по миллиону вот и все ребята мораль всей басни такова я держу свои ланги докупаюсь самое страшное всегда это покупать вот здесь я это сейчас и делаю ребята покупаю страх не скупаю ваши шорты поэтому чуваки дисклеймер нефинансовый совет все ссылки в описании лучшие биржи рабочие обменники наш второй канал наш телеграм-канал обязательно подписывайтесь к нам в телегу и помните что сейчас идет сезон не забывайте что многие монеты показывают лучше себя чем биток вот эти вот которые слева а те которые справа все еще отстают от битка включая дот эту ману сэнд и прочее прочее поэтому ну и дэш кстати тоже edge bar а вакс так что смотрите торгуйте аккуратно кто не понимает в чем смысл от сезона я поясню альты к битку зеленые просто вот посмотрите биткойн кэш к доллару например в нуле а к битку поднялся за на полтора процента за сегодня на 1.7 вот что это значит то есть биток падает сильнее растет медленнее поэтому ребятушки биткойн кэш кстати очень красиво тоже стоит торгуем аккуратно чтобы потом претензии не пришлось предъявлять а предъявлять их кому только зеркалу только зеркалу только мы сами отвечаем за свои депозиты все ребята все спасибо что посмотрели этот выпуск профит ролей лайков и до следующей встречи пока а 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 в